В 7 классе мы устроили представление возле местной туристической достопримечательности. Я говорю о мертвой сосне в нашей деревне. Мы назвали ее в шутку деревом висельника, потому что мужчины вешались на нем в течение пяти поколений. Первым был переселенец Илмари Туоми. Лапландия соблазнила его тем, что здесь много свободной земли и освобождения от налогов и воинской службы. Он построил сауну, дом, сарай и склад. А затем морозы убивали урожай его зерновых три года подряд. Его жена умерла от коклюша. Комары съели его младшего ребенка. Коровы не давали молока, потому что все время было темно. Мой прапрадедушка Туева думал, что он самый умный, продавая немцам и русским во время войны самогон. Пьяные русские прострелили ему ногу, а немцы сожгли деревню, используя самогон как зажигательную смесь. Третьим стал в 60-е годы директор бюро по трудоустройству Яака Киви. Он потерял свою работу, потому что устраиваться на работу стало некому. Женщины уехали из деревни в поисках лучшей жизни, а мужчина навсегда остался на холодном северном бюро. В 2003 году я уже был успешным безработным. Финляндия выигрывала 5-1 у Швеции на чемпионате мира по хоккею. Кали Лааманин смотрел игру в местном баре. Его работа переехала в Китай, а женушка на юг. 5-1! На мгновение Кали подумал, что все будет прекрасно. Но сначала Швеция забила две шайбы, и счет стал 5-3. А затем они свели матч в ничью. 5-5! Выигрышный счет Финляндии 5-1 превращается в 5-5. В этот момент Финляндия рухнула. Мой учитель сказал, что это было лучшее представление, которое я мог устроить. И лучшее, что я вообще когда-нибудь делал. Лапланская Одиссея Янне! Янне! Проснись! Сделаешь сегодня, ладно? Вот, 50 евро. Этого хватит. Сегодня вечером по телеку показывают «Титаник». Посмотрим вместе. Слышишь, лежебока? Не лежи в кровати весь день. Установи спутниковый ресивер. Магазин Хатунина закроется в 5. Слышишь? Пока. Это мой лучший друг, Янна. У него есть женушка. Зато нет спутникового ресивера. П reads. Слышишь? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас подставки для телевизора делают из стружки. Это хорошая подставка. Продолжение следует... Десятый уровень. Сексуальная Сабина. У тебя получается. Игра окончена. Черт. Не может быть. У тебя есть два евро? У меня нет мелочи. Можете разменять? Купи что-нибудь. Тогда дайте пиво. Девки на втором уровне такие уродины. Зачем тебе эти шпильки? Нужно собрать подставку для ресивера. Хатунин. Хатунин. Продай мне ресивер. Ладно, в понедельник. Мне нужно сегодня. Уже больше пяти. Слушай, продай. И осенью пойдем вместе на охоту. Ну. Проклятие. Опоздаю в сауну. Тебе самую дешевую модель? Да. С тебя 49,90. А как насчет скидки для твоего старого приятеля по охоте? 6,50, если точно. Ну, Хатунин, не будь занудой. Так что? Хатунин, ты паршивый стрелок! У тебя есть Титаник? Она спит. В пол восьмого? Тащи выпивку. Где ты был? Ладно тебе. Мы были у Капу. Он загрузил Титаник из интернета. И мы купили Сидор. Ты купил алкоголь на мои деньги? Я знал, что ты это скажешь. А знаешь почему? Потому что ты одержимый этим ресивером. И готова купить всякое дерьмо. А вообще лучше купить HD-ресивер с записью. Я не... Если они проведут кабельное в наш дом, антенна ресивера не будет работать. Верно? Да. У Хатунина все дорого. Незачем покупать у этого тупицы. Это верно. Мы купили у него иммерсионный блендер. Но так до сих пор и не выяснили, как кнопки работают. Он даже яблоко разрубить не может. Кусок дерьма. Я же сказал. Я отдал его тете. Она спец по бытовой технике. Мои брюки. Убирайтесь, уроды! На улице холодно. Мы тебя подождем. Я не просила тебя пропылесосить или вымыть посуду. Я лишь хотела, чтобы ты купил ресивер. У тебя был весь день. Я хотел купить подешевле, понимаешь? Смотрю, ты прибралась. Да. Приготовила еду. Зажгла свечи. Я думала, что мы отпразднуем. А ты... Что мне с тобой делать? Останемся дома. Я просто думал, что ты хочешь посмотреть «Титаник». Нет. Ладно. Нет, ты должен достать ресивер. Мы уже три года говорим о нем. Я жду. Три года. В пятницу вечером? Позвони моему отцу. Я не стану ему звонить. И потом, где я возьму денег? Не моя проблема. Ты принесешь мне ресивер завтра утром. Или между нами все кончено. Что? А, что? К девяти утра. Иначе перееду к Тивину. Столько шуму из-за какого-то ресивера. В девять часов. Я уже собрала вещи. Не нужно сердиться. Я достану ресивер. Отлично. Найду его в пятницу вечером. Тогда ты прекратишь, наконец, ворчать и будешь смотреть свой чертов «Титаник», сколько влезет. Ладно, я уже иду. Слышишь? Я пошел. Пошел. Ну, так иди. И не трогай мою машину. Привет. Привет. Можно мне одолжить у вас ресивер? Я обещал Инари. Она злится на тебя? Если принесу ресивер, то успокоится. Это, конечно, не мое дело, но ты уверен, что Инара обрадуется, если узнает, что ты его одолжил на время. А ты думаешь, я и скажу? Но ведь его надо будет вернуть. Скажу, что он сломался. Но здесь рекламная этикетка. Она заметит ее. А нельзя снять? Не получится. Привет. Привет, Капо. Хочешь пару бутербродов? Что они делают? И Анна хочет одолжить ресивер. Понятно. Принципиальный чувак. Принесу растворитель. Хорошая мысль. С ним дело пойдет. Ладно, брось. Электроника, свет и бытовые приборы. Равуньями. Чем могу помочь? Как дела у моего тестя? Не очень. Вы в магазине? Закрываюсь. Ясно. А я вот тут хотел купить у вас ресивер. О, значит, это уже не просто бракуло. Да, просто появились свободные деньги. Хочу подарком отметить девятую годовщину. И как она вытерпела тебе девять лет. Да, как-то так. И много у тебя свободных денег? Да было тут несколько вариантов. Я провел пару сделок. Каких еще сделок? Простите, батарейки садятся. Увидимся через пару часов. Кто поедет со мной в Равуньеме? У тебя нет денег. Мы что-нибудь придумаем. Мы придумаем. Слушай, есть пара идей. Сейчас Рождество, многие уехали. А на чем добираться? Это же 200 километров. Райха. 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 Я тут подумал, нужно поставить новый сабвуфер. Да и галогенки бы не помешали. Отличная идея. Просто блеск. А низкочастотный динамик это просто мечта. Точно? Чудесное место. С вами не соскучишься, парни. Могу позвонить Инаре, чтобы привезла бензин. Он иногда застревает. Попрошу бензин у малыша Микки. У него недалеко дом. У этого гнома? Бывшего Инаре? Перестань. Их отношения давно в прошлом. Уверен, он просто будет рад помочь. У нас хорошее отношение. Неужели? Тогда идем. Он уже спит, наверное. Я откачаю немного бензина из его машины и пошлю ему смс-ку. Не стоит будить его. Я вижу свет внутри. Что? А, ночник, наверное. Нет, это телек. Да нет же. Говорю тебе, это синий ночник. Это телек. Видишь, мерцает. Ночник тоже может мерцать. Верно. А тебе откуда знать? У тебя же нет телека. А, ты не спишь? У нас тут бензин кончился. Вот и решили немного у тебя позаимствовать. Я бы оставил деньги в почтовом ящике. Как жизнь? Я слышал, что твой бизнес на сафари процветает. Красивый дом. Я всегда говорил, что малыш Микки... Что Микки преуспеет в жизни. Это верно. Ну ладно, мы и поехали. Заходите. Не снимайте обувь. У меня уборщица. Хотите виски? У меня тут весьма приличный односолодовый вискарь из Ирландии. Да, ЕС, это хорошо. Что? Да так, ничего. Слушай, у тебя два ресивера. У старого нет HDMI разъема. Янина жёнушка разбушевалась из-за того, что у неё нет ресивера. Ну, разбушевалась, это сильно сказано. Инара просит ресивер? Пойди угадай, чего женщина хочет. Может, это у неё ПМС? А ты слишком занят своим телефонным бизнесом, чтобы купить ей? Я ждал, когда цены упадут. Так как насчёт бензина? Вообще-то, базовые модели, они такие уж дорогие. Да. Хотя, если у тебя напряжёнка с деньгами... Ну, вообще, я хотел купить новую модель Хандон. Победитель по тестам. Должен появиться на рынке со дня на день. Я могу отдать тебе старый? Не стоит. Ладно тебе, бери. Передашь Инаре привет от меня. Она по-прежнему горячая штучка. Мне не нужно. Он хороший. Но у него нет соединения HDMI. А у тебя что, HD-телевизор? Мне нужен ресивер с таймером. На нём есть таймер плюс два тюмера. Да-да, понятно. Но мне не нужен Бэпу. Я купил его четыре недели назад. Даже чек остался и упаковка. Цвет неподходящий. Зато цена тебя устроит. Бесплатно. Слушай, бери уже. Проверишь дома. Если не понравится, я приеду и заберу. Я знаю, какая модель мне нужна. Уфсюк. Он напал на меня. Больно? Вовсе нет. Можно мне воды? Конечно. Я изучал ниндзюдзю. Тебе так важно этот ресивер? Да. Нельзя так издеваться над бедным человеком. Я не виноват, что нет работы. Ах, бюро трудоустройства. Ты обращался? Искал сам? Что там со школы в Оулу? Они меня не возьмут. А где тебя возьмут? Где-нибудь. Я устала от такого отношения. Ты обанкротился пять лет назад. И тебе некого винить, кроме самого себя. Он что, настоящий финский художник? Ты по-прежнему безработный? Мне пригодился бы человек, который знает языки. Он слишком занят своими увлечениями. Мама, я не знаю художников. Позвони мне, если устанешь от увлечений. Когда он устает, то напивается в усмерть. Понятно. Припаси свою жалость для Янне. Инара уже упаковала вещи. Мы ехали в Рванье, чтобы купить ресивер. Будет милость твоей стороны, если поделишься бензином. Мне не знакомы модернисты. Мама, мне сейчас не до этого. Пойми, я не могу сейчас говорить. Значит, бензин. Прошу прощения за неприятный инцидент. Это просто рефлексы. Все нормально. Будь осторожен на дороге. Было нетрудно. Верно? Я слышу. Я слышал, тебе необходим грузчик. Черт, Микки! Кому подвезти? Кого подвезти? Недорого возьмем. Подвезти вас в другой клуб? Нет. Кого подвезти на ту сторону горы? Нет. Дешево. Спасибо, Мариюка и Петранелло. Будьте добры, газировку и лимонад. И бренди. Начнем пьянствовать? Смотри, девчонка с 10 уровня. Да ну разве это она? Отлично выглядит для своего возраста. Попроси автограф. Не могу. Это правильно. В реальной жизни женщины не столь интересны. В кредит. В кредит. Никто не смотрит на меня сегодня, кроме парня с усами, как туалетный ёршик. Я что, вылежу толстой? Да нет, совсем не выглядишь. Простите, можно взять у вас автограф? Мне кажется, вы приняли меня за другую. Наверное, рыжие волосы на фото не настоящие ваши волосы. У вас там такая прическа, похожая на шлем. Да? Я часто играю в эту игру. Вот и подумал, может подпишите? Какая игра? Простите, наверное, обознался. Приятного вечера. Подождите. О какой игре вы говорите? В игровом аппарате, который стоит в баре. Опускаешь монетку и играешь. Я видел только верхнюю часть вашего бюста. Вы мой соперник в финальной игре. Боже мой, это было и в Берлине. Я была такой измотанной. Наверное, я ужасно выгляжу на фото. Но, надеюсь, хотя бы похабщины там не было? О какой похабщине, ты говоришь? Теперь мне в пору краснеть. Я не пожно выглядела. Как вы меня узнали? Это было сто лет назад. Можете написать Тапио с любовью. Возвращайтесь в отель. Могу подвезти за 20 евро. Проклятый частник! А ну, стой! У вас там насос не работает. Наверное, испортился. Нам сказали, что мы можем окунуться в прорубь. Я не могу включить насос. Да, но мы уже заплатили. Мы вам заплатили. Можете окунуться в снег. Пусть кто-нибудь расчистит прорубь. Я вызову швейцара. Боже мой! Я здесь одна. И что? Больше никого нет? Ну, мы заплатим. Идемте. Сирены. Приветик. Все улажено. Что? А... Моя, привет. Потанцевать хочешь? Потанцевать? Да. Конечно. Мы можем танцевать и разговаривать. Потом поедем ко мне. На следующий день я тебе позвоню. Мы влюбимся друг в друга и поженимся. Первый год будет восхитительным. Второй так себе. Мы народим детишек, потому что твои часики тикают. Я буду работать в две смены на фабрике, чтобы мы могли купить дом. Ты будешь сидеть с детьми, потом мы отдалимся друг от друга, а мою фабрику переведут в Бразилию. Банк продаст наш дом за гроши, я начну пить, ты уйдешь, потому что невыносимо жить с алкашом. И я повешусь. Хорошо, танцевать не будем. Ладно тебе. Песня-то хорошая. С вас 50 евро. У тебя майка промокла. Такова жизнь. Послушай, тебе не больно? Ты столько времени проработал согнувшись, наверное, спина затекла. Простите, мне нужно ехать дальше. Там есть джакузи с подводным массажем. А кто вы такие? Команда подводного рэгби из Швеции. Крутая игра. Вам нужны хорошие легкие. Только взгляните, какие мускулы. Звонит Кипу. Где ты? В горячей ванне. Вырубил дыру во льду за 50 евро. Чем ты там занимаешься? Может, пойдем в сауну? Знаешь, я еще не закончил. Тут есть пара вариантов. Я тебе перезвоню. Хочешь? Вообще-то это неплохо, но мне бы получить за работу деньгами. Это моя дочь. Ей 5 лет. Она сейчас с отцом. Мы развелись год назад. Ты можешь подумать. Одинокая мамаша. Вот так находка. То есть, тебе может показаться, что это то, что ты хочешь. То есть, я хочу. Наверное, от меня ужасно пахнет. Здесь так жарко, да? Да. То есть, ты чудесно пахнешь. И еще хочу сказать. Я очень люблю детей. У тебя прекрасная дочь. Вся в мать. Я немного устала. Извини. Что? Есть одна сложность. Намекаю. Я финский художник-мультипликатор. У меня нет времени. Почему? Потому. Ты с женщиной? Не совсем. Отлично. Я рада за тебя. Я тебе перезвоню. Опиши мне ее. Нет. А для чего я купила тебе телефон? Извини. Она старовата. Я тебе перезвоню. Я не хочу, чтобы ты попал в трудную ситуацию в сексуальном смысле. Сорокалетние женщины знают, чего хотят. Им нужно что-то большее, чем разовый секс. Я не хочу, чтобы ты попал в неловкую ситуацию. Алло. Извини. Мне нужно в туалет. Уверен, что хочешь уйти? Уверен. Неподходящее слово. Я знаю, что я уродина. Что? Да перестань. Что ты? Совсем нет. Уверен. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Когда я виделся с ним, с ними, они были в жалком состоянии, едва могли залезть в машину Я не хочу говорить тебе, что нужно делать, но иногда трудно принять решение в одиночку Если хочешь, можешь пожить у меня, весь этаж будет в твоем распоряжении Все, что хочешь Раваньеми Может, покончим с этим безумием? Не волнуйся, скоро они высохнут Ну все, приехали У меня алкоголь в крови, держи руль Держать руль? Давай, и сядь за руль Не нужно, останови Останови Сядь за руль Сиди где сидишь Сядь вперед Превышение скорости, опасное вождение Быстрее Нарушение дорожной безопасности, отказ подчиниться Я не могу отстегнуть ремень безопасности А зачем ты вообще тут осел? Добрый вечер Здрасте Он побежал вон туда Туда Мы его не знаем, просто попросили подвезти Мы едем с мальчишника Наш водитель нализался Нам нужен был шофер Тапио женится завтра Я рад за тебя, Тапио Я его свидетель Я все устраиваю Я лишь хотел предупредить Что у вас один из задних фонарей не работает Ясно Но вы столько нарушили, что придется подышать в трубочку Не выше нормы, но вам лучше взять такси Утром получите ключи от машины Даже не думайте сегодня сесть за руль До следующего раза, парни Ну ты молодец Райха, позвони маме, пусть нас заберет Что я здесь делаю? У меня мобильник промок Черт, старый мобильник Поверни здесь Уверен, копы ждут за углом Это безумие Поверни, тебе говорят Перестань Турил, что ли? Поворачивай Перестань Бога ранее Одна и та же погода Снегопад Дожди и туман Не понимаю, что происходит в небесной канцелярии Открыз Поверни, поворачивай Открыз Снегопад Открыз Снегопад Редак В нем 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это мне кажется от того, что я пьян, или мы действительно перевернулись? А я только недавно покрасил машину. Что? У меня тут форс-мажор. Вот так сюрприз. Значит, уходишь. Но почему? Потому что ты не можешь сделать даже простую вещь. Не такая уж она простая. А как еще? У тебя кто-то есть? Нет. У тебя кто-то есть, и ты пытаешься обвинить меня в разрыве. Я беременна. Как ты считаешь, ты годишься в отцы? Вот ваши призы за дрифтинг. По крайней мере, у вас остались модные чехлы на сиденье. Надеюсь, они залечат ваши раны. Женщины любят уличных гонщиков, и я всегда хотел им стать. А ты много здесь видел машин для уличных гонок? Три пива в кредит. Знаешь, в конце концов, все оказывается хорошо. Посмотрите, кто там сидит. Это же бездельники из Китина. Я так и думал, что вы здесь, раз играли на автомат, играет такую дерьмовую музыку. Ты что это нам показываешь, Хиппа? Завязывайте с жидкостью для стеклоочистителей. Я смотрю, ты только что из туалета. Классный прикид. Посмотрим, будешь ли ты так же улыбаться снаружи. Чертовы лотари. Сами вы лотари. Ничему не научились? Что у тебя с дикцией? Или снова стоит пойти в детский сад? Говори внятнее. Говори по-фински. Конечно, вам же в детском саду не преподают английский. Гомики. Говори по-фински. Не оторви мне ухо. Да не крути меня. Янне, куда ты пошел? Пропустишь классный матч. Не уходи, Янне. Я сейчас с тобой разберусь. Лоботрясы. Да моя бабушка быстрее вас. Ешь, дерьмо, урод, ешь. Убегаете? Тупые неандертальцы. Пиво. Этот кретин оставил здесь свое пиво. Закажи мне газировки. Недоноски. Долбаный гений. Ты в порядке? Да, здесь яма. Энара беременна. Тут нужен трактор. Редактор субтитров. Русские. Хорошо, давай остановимся. Может, кто-то пострадал? Не нужно. Уверен, они уже вырыли могилу для нас. Нужна помощь? Это северная олень. Их тут много ходит. Давайте съедим этого оленя. Слушай, деликатес тебе захотелось? Мало того, что в аварию попали. Не знаю, как из этой истории выбраться. Теперь еще отстань, да такой пьяный. Мы хотим его съесть. Съесть? Да. Можем вам приготовить. За 200 евро. Вообще без проблем. Разумеется, это только ради вас. Можете? Без проблем. Без проблем. Мы все умеем готовить оленину. Хоть посмотришь, как это делается. А вот почему я вегетарианец. Теперь ты сам по себе. Не идите на крылья, мне туалеточку разбудите. Я думаю, мы справимся. Теперь нужно выпустить кровь. Выглядит чертовски классно. Что мне делать? Он страдает, убей его. Как? Пырни его. Пырни его. Нет проблем, это такая традиция, ритуал. Это мы с ней в отпуске, катались с гор. Вам повезло, что вы встретили нас, потому что полиция могла вас оштрафовать. Она бриллиант. Иногда вспоминаешь об этом слишком поздно. Я тебя понимаю. Лови момент, клянусь, лучше не встретишь. Ладно, я поднимусь наверх. Кстати, о женщинах. Как ты думаешь, глупо было бросить ту девушку в отеле? Я так и думал. Дела идут хорошо? Да, очень хорошо. А как у тебя? Ты плохо знаешь английский. Да, да. Тогда поговорим по-фински. О, Финляндия, мать твою. Мой старик тоже занимался лесом. Работал на бумажной фабрике. Повесился, когда фабрику перевели в Бразилию. Бразилию? Бразилию, да. Я понимаю, там прибыль 15%, а здесь только 12%. Повеситься непросто. Веревка должна быть достаточно длинной, чтобы сломать шею. Иначе будешь медленно задыхаться и можешь передумать. Но человек не кончает. Это легенда. Да. Только обмучится и обгадится. Зато освободится. Но это ничего. Мы все разные. За дерьмовый мир. За дерьмовый мир. Что? У тебя есть телепрограмма? Может, утром покажут что-то интересное. Сергей! Можем посмотреть вместе. Примерно в 7 часов. Сергей! Эй! Эй! Заплати! А я сам возьму. Привезу записывающий ресивер. Такой в магазине Хаттенена не найдешь. Яна. Я ухожу. Сергей! 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 Ты должен проснуться. Петр! Петр! Черт! Не надо! Не надо! Не надо! Не стреляй! Капу! Сюда! Я же сказал, не надо! Перестаньте! Перестаньте! Что на него нашло? Блестяще! Проклятие! Проклятие! За что мне такое наказание? Беспроводные телефоны, это замечательно! Но разве я виноват, что какой-то идиот изобрел эти мобильники? А какой-то придурок решил прекратить аналоговые передачи по телеку! Они что, хотят, чтобы я покончил с собой? Почему все против меня? Замечательно! Наверное, свечу забросало. И, похоже, бензин кончился. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, поехали? Как говорит Джей Ло. Может, лучше подождать, пока погода не переменится. Вроде ничего страшного. Янэ даже шапку не взял и наверняка потерял рукавицы. Он всегда такой. Он ведь не маленький мальчик, чтобы еще думать о его шапке. Хорошая получилась поездочка, да? Попробуй еще раз. Чертного дерьма! Мы все здесь умрем. Нужно прижаться друг к другу, чтобы сохранить тепло. Попробуй еще раз. 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 Продолжение следует... 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 Ты разделишь постель с кем-то другим И сначала начнешь, хотя знаешь, что сердце мне разобьешь Хоть и знаешь, как это больно для меня Это сердце мне нет Что станет со мной, если ты уйдешь? Не знаю, как я выдержу Больница там Сам поведешь, у меня тут варианты намечаются Если будешь на ралли выступать, точно победишь Бары закрыты Раньше здесь было оживленное движение Я уверен, что Иисус увидит и вознаградит тебя за труды тяжкие А ты беги, а то пальцы отвалятся Сядь в эту чертову машину Здесь не Индия Это Арбаньеми Здесь минус 15 по Цельсию Сейчас 5 утра Если это не получится, придумаю что-нибудь еще Отлично Плевать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эй ты, идиот Мечешься по дороге, а тебе не приходило в голову, что здесь кругом дорожные камеры Что? Не могу заснуть, пока тебя нет дома Вернись домой, пожалуйста Ты не понимаешь, мама Мне нужна романтика Добрый вечер Я хочу видеть свою сестру Марьюку Но я не знаю номер ее комнаты Как ее фамилия? Не помню Она только что снова вышла замуж Я не могу просто так будить людей У вас что, тут много, Марьюк? Еще слишком рано для гостей Вы можете ей позвонить? А вы что, не знаете номер телефона сестры? У нее выключен телефон Слушай День выдался долгим Прошу тебя, добро Уходи Иначе вызову полицию День выдался долгим Уходи 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 КОНЕЦ 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 Проблемы? Я только помою ваше стекло. Можете даже не платить. День был долгим, так что... Отлично. Все сиденье уделало. Просто класс. Простите, нечаянно вышло. Ладно. Чистка стоит 150 евро. Мой простой еще 140. Приезд клининговой компании 30 евро. Всего 320. А если попали на кондиционер, выйдет еще дороже. Что? Чистка стоит 150 евро. Мой простой еще 140. Приезд клининговой компании 30 евро. Повторите, сколько всего? 320 евро. Ты знаешь, который час? Конечно. Полседьмого. Рановато для покупок. Что я могу на это купить? Этот. Записывающий? Да. Таймер записи? Да. Есть меню? Да. Первое место в тестах? Да. Упакуйте. Как скажешь. Ты сделал это. Сделал. Черт возьми. Ну ладно. Я смотрю, где его, а где мои. Мы купили их на концерте. Дерьмовое было шоу. А Яне вылез на сцену. Мне было неловко. Он сохранил. Давай еще немного подождем. Я обещала дождаться его до утра. Вещи сложены в машине. Можем не спешить. Возможно, будет неправильно, если мы начнем снова встречаться. Ты сказала, что ты забыла. О чем забыла? О том, что у нас было. Но... Возможно, и забыла. Мне было пятнадцать. Шестнадцать. Наверное, ты устал. Лапочка. Как милую, что ты помог. Но это все. Я без ума от тебя. У меня это одна мысль о тебе встает. Чувствуешь? Перестань. Мне это совсем не нравится. Прекрати. Смотри. Прекрасно. Поезжай и будь осторожен на дороге. Ты уверена? Да. Ладно. Тогда спокойной ночи. Без обид. Я уезжаю. Пока. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok